Музыка Самое, что ли, яркое впечатление, это, ну, вот эта страна, необъятная страна, которая, в общем-то, и формирует, наверное, и представление о работе, о людях, тех, которые там есть в этой стране. Действительно, понятие бесконечности уже приобретает какое-то ощутимое значение. Кинооператор Лев Денисов. Ну, это надо побывать, естественно. Ну, естественно, маленький городочек Гербин, вроде он, Саратовский, маленький собрат, что ли, Саратово. Просто покоряет, вот. Единственное слово, которое, пожалуй, я могу назвать точно, это просто покорение. О встречах с нашими земляками, коллективом 300 номер 2 Саратов газ, нефть и провод строя, и со студентами Саратовского политехнического института, построившими станцию Гербе на БАМе, наш специальный выпуск. Вообще, представляю. Студенты Саратовского политехнического института. Вот, в таком тяжелом, что ли. Краски тяжелые, вроде бы, были. Так, мы приехали. Ну, действительно, первые дни были очень трудно. Если в прошлом году было дождей, можно по пальцам посчитать, то в этом уже году здесь у нас практически солнечные дни можно было по пальцам посчитать. В основном такая дождливая, мрачная погода. Саратовского политехнического института. Такой бодрый дух у себя. Мерзак урбали. На работу хорошую настраиваются. Да там вообще, по-моему, никто не грустил никогда. Погода нас абсолютно вот не расстраивала. Дожди только в радость. Они пройдут там, во-первых, не холодно. Жали на глухом. А пройдет пыли? Нет, хорошо. Воздух свежий там всегда. И настроение всегда хорошее. У нас бригада, вот особенно в этом году, нарезка схлоченная была. Это такое взаимопонимание было. Такая поддержка. Ребята у нас очень хорошо работали. Нам буквально во всем помогали. Пролетела очень. Тоня Мартынова. Даже не скучали там. Не думали о том, что скучать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Александр Клопов. Командир строя отряда. Вот даже девочки. Они попали в почему? Потому что они окончили училище. Имеют специальность штукатур-маляр третьего разряда. Галя Глухова уже третий год ездит. Она штукатур четвертого разряда. Кому вот слово третий раз уже о чем-то говорит. Потому что просто так человек третий раз не поедет. Согласитесь. Тем более на одно и то же место. Ну я что хочу сказать. Вот когда я первый раз поехала, я, конечно, тоже не представляла. Абсолютно. Ну мало ли, что там телевидение. Читали, конечно, мы все делали. А увидеть само это совсем же другое дело. Ну я училась на первом курсе, а у нас на первом курсе третий отряд обычно не посылают. Пять раз сходила к декану, вот, чтобы мне разрешили поехать. Работать я люблю. Мне нравится работать. Особенно штукатурить. Когда видишь плоды своего труда, это... Спрашиваешь студентов, которые были вот здесь вот в области, в отрядах. Это небо и земля. Я не знаю почему. Так даже вот на Балаковской станции вроде бы тоже ударная комсомольская стройка. И вот так у них там сидят, просиживают без работы. Вот, скорее всего, их не обеспечивают работой. Вот почему. Отсюда и настроения нет, расхолаживается. А у нас вот абсолютно не было такого времени, чтобы вот мы присели. Мы работали, во-первых, мы много и практически без отдыха. Я хотел сказать насчет отношений с принимающей организацией. У нас отличные. Они нас ждали, на нас надеялись. И мы просто обязаны уже вот. И у нас все получалось вообще. Да в радость просто работать. Они хорошо нас, ну, видели, что мы действительно хотим. Они хорошо нас принимали. И тем же мы тоже отвечали. У нас знаменательный день. Не только у нас, а у всего нашего строительства монтажного поезда. Сегодня произошла сдача дома, на строительстве которого все мы работали. Дом вы сами видите, красивый дом. И всем приятно на него смотреть. Также хотелось бы сегодня отметить бригаду Курбанова и бригаду Курбатова, которые приняли 32 куба. Такое впечатление, что там какие-то необыкновенные люди собрались. Режиссер выпуска Дмитрий Чернецкий. Мы работали сами тоже как-то необычно. Мы же много ездим по всяким стройкам, много видим всего. Там или климат такой, что ли, у Гербе необыкновенный. И, наверное, вот отсюда, от этой суровости природы, что ли, идет такой человек. Человек трудится, не покладая рук, не считает ни со временем, ни с чем. Ну, наверное, есть такое качество, которое объединяет людей. Это стремление сделать, наверное, добро человеку. Потому что они строят не для себя. Они строят для тех, кто будет здесь жить. В сентябре 1979 года в Саратовске на станции Гербе построено 19 домов, вокзал, детский сад Ясли, комплекс водозаборных и очистных сооружений, школа, котельная, здравоохранительная, улическая лодка. С командиром я еду уже третий раз, я встречаюсь с ребятами, я думаю, вот на каждого могу положиться. Там, начиная с первого объекта, там детский сад, тоже это, пускай не прошлогодний, все объекты на вокзале. Вы приехали? Полностью, это, как говорится, есть частицы нашего трудоводства. Ну, по существу ничего там не было, благоустройства никакого не было, абсолютно вот этот вот голый камень был. Все завозили, дорогу вот от вокзала делали, все наши ребята. Ну, в общем, вот если бы кто поехал, не узнали бы уже. Вот сейчас показывали кадр, вот когда мальчик стоит там около подъезда, радуется, смеется, играет с собакой. Это уже сам по себе радует, что человек уже здесь прижился, он живет, он здесь будет жить. И видеть, конечно, свою цель конечную, это хорошо. Забота у нас такая, забота наша простая. Жила бы страна родная, и нету других забот, и снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, невожную даль завел.